Все-таки еще раз пройдемся по всей этой дорожке, начиная от вот-вот. Значит, есть вот-вот, и есть в самой ситуации вот-вот, заключен как возвращение к тому же самому, так и переход к иному. Значит, переход, само мышление перехода к иному, собственно, делает иное-ины. А поскольку иное точно такое же, как и одно, то инаковость выражается только в одном определении. В определении следующие. Получается, что переход, мышление перехода делает следующее-следующее. Я на это хотел обратить внимание, что именно мышление перехода дает нам следующее. Причем при мышлении следующего мышление перехода остается. Если бы переход исчез в следующем, то следующее не было бы следующим, и сразу потеряло бы определение следующего. Поэтому мышление перехода сохраняется при мышлении следующего, мышление перехода сохраняется. А поскольку переход устанавливает отношения следующего и предыдущего, то можно сказать и так, что мышление следующего сохраняет мышление отношений следующего и предыдущего. Предыдущего и следующего. Более того, мы говорили, что мышление следующего и есть мышление перехода или мышление отношений следующего и предыдущего. Мышление следующего – то же самое, что мышление отношений следующего и предыдущего. Мышление следующего – то же самое, что мышление отношений следующего и предыдущего. Так устанавливается время. Так устанавливается время. Что мы получаем? Получаем нечто такое, что, наверное, действительно следует обдумать, потому что ведь главная трудность мышления времени заключается в том, это Аристотель ещё формулирует, заключается в том, что когда есть следующего, предыдущего уже нет. Когда есть предыдущее, следующего ещё нет. Предыдущее – оно потому и предыдущее, что его нет, когда есть следующий. А мы же утверждаем, что следующее является следующим, потому, что мыслится переход от предыдущего к следующему. Именно переход делает следующее и следующее. И пока мы мыслим переход, мы мыслим следующее. Переход устанавливает отношения, мы говорим, следующего к предыдущему. И мыслить следующее как следующее можно лишь при условии, что мы мыслим отношения следующего и предыдущего. Я предлагаю ещё раз взвесить эту ситуацию и взять всерьёз вот это обстоятельство, что предыдущего как предыдущего нет, когда есть следующее. То есть они не существуют одновременно, они существуют последовательно во времени. И тем не менее мы говорим, в третий раз повторяю всего, наверное, в третий раз 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 в предыдущего и предыдущего. Я предлагаю ещё раз эту ситуацию взвесить, повторюсь, с учётом того, что предыдущего нет, когда есть следующего. Тем не менее, мы говорим о переходе, о мышлении перехода. Мы говорим, что мысли следующие и значит мысли переход, а следующие – предыдущие. Понятие перехода как-то не у Аристотеля, не у Гусарля не встречается. Гусарь вслед за Аристотелем говорит. Ну, это очевидная вещь, но предыдущего нет, когда есть следующие. Они не одновременно никоим образом. Когда одно есть, другого нет. Но они, ни Аристотель, ни Гусарь не говорят о переходе, который задаёт отношения к следующему и предыдущему. То есть надо всё время как-то понимать, что мы, когда говорим о переходе, говорим о переходе во времени. Мысль следующая – значит мысль отношения, следующую – предыдущего. А почему у нас не бесконечный переход, а как бы такой дробящийся? Можно было предположить, что переход – он просто бесконечный, и всё. Переход, переход, и всё. Почему каждый раз выпив сердечки? То есть каждый раз есть настоящие переходы, и всё. А следующий и предыдущий – это момент этого пихова. Я не очень понял, был. Давайте ещё раз. Ну, раньше у нас акцент был на том, что в каком-то смысле ряд уже есть, и мы как бы по нему движемся. А сейчас как бы такой акцент на то, что на самом деле это переход. И что переход задаёт как бы этот ряд – предыдущий и следующий. Так я говорю, а если мысль стерена перехода, не получится ли так, что только переход и есть? А всё остальное – моменты. Ну, можно и так сказать, наверное. Как предградировать-то будем, что вот есть на самом деле не просто там одно, а там целый ряд? Мы же как бы вот-вот-вот у нас бесконечное, да? И это вот-вот-вот-вот можно понять в терминах перехода, что просто есть бесконечный переход. Не один переход от одного до другого, а бесконечный. Ну, это не переход от одного до другого, я тебя не понимаю. Переход всегда может только от одного до другого. Как моменты, как предыдущий, следующий, предыдущий, следующий, как моменты. Переход же должен иметь как бы начало и конец. Момент этого перехода будет предыдущий и следующий. То есть есть только настоящие переходы, всего остального нет. Не знаю, я, мне кажется, что... Переход это всегда переход от чего-то к чему-то. В данном случае от одного к иному. У нас одно возникает, как бы, другое исчезает. А когда есть следующий, предыдущий, у меня нет, иновал. Ну да, но при этом ведь как... Мы же воспроизводим не чистый переход от чего-то к чему-то. Мы воспроизводим нечто одно. И мыслим переход к воспроизведению одного, следующего одного. Да? То есть мы воспроизводим не просто переход от чего-то к чему-то, а мы воспроизводим полагание одного. Поэтому здесь, я думаю, действительно не возникает мышление чистого перехода без того, чтобы... Почему это? Я даже про чистый переход бы и не говорил. Просто заостряется. Ну то есть есть собственно настоящее, но получается така логика, что есть только настоящее. Настоящее – это переход. Нет. Или нет. А то, откуда и куда, это моменты. Они есть. Но при данном моменте исчезающие. Конечно. Вот именно это я имею в виду. Мы же воспроизводим не переход, мы воспроизводим одно. Поэтому содержанием этого настоящего является не переход, а одно. Просто у нас может мышление перехода к одному совпадать с полаганием одного на одной из стадий нашего движения. Это да. Но и то. Оно просто совпадает, а не вытесняет. Мы не переходим к мышлению просто перехода. Мы всегда мыслим одно, точнее говоря, переход к этому одному. Только связка между переходом и одним немножко разная. Ну, можно сказать, мы сначала помыслили одно, потом начали переходить ко второму. Так что… Или мы каждый раз как бы просто воспроизводим одно и в этом воспроизведении переходим как бы от начала как бы этого воспроизведения к его концу. Потом опять начало, конец. Почему начало? От одного к другому. От одного к другому. От одного к другому. От одного к другому. Совершенно верно. Да. Это общая ситуация. Вот переходя от одного к другому, от одного к другому, можно было бы задать вопрос, а что есть? Если как бы каждый раз то, что было исчезает, а то, что есть, как бы, это вот настоящее. Нет, ну, задать этот вопрос, наверное, можно. Почему? Давид Михайлович так поставил вопрос, что того, что предыдущего как бы уже нет. Вот мне это и удивительно, как бы его нет и все. Но предыдущего нет, а того, что в настоящем-то, в настоящем-то одно есть. Просто здесь это, мне кажется, вот здесь логика времени, да, безотносительно нашего рассуждения, которое говорит о том, что есть только настоящее, а прошедшее и будущее как бы нет в моментах. Ну да. А есть логика наша. Почему наша логика должна подчиняться логике времени? Еще раз. Есть настоящее, в смысле настоящее одно. А будущего одного, которое будет еще положено, его нет. А предыдущего, которое было положено, его уже нет. А как вот-вот-вот тогда есть? Если каждый раз есть только вот, никакого вот-вот-то и нет, получается? У нас по логике есть какой-то вот-вот-вот. И эти лог-вот-вот множественные, и они есть как множество. Заранее есть. Для этого есть основания всего построения. А тут получается, что вроде есть только одно год. Нет, но оно же у нас, это неопределенное множество, является не в качестве чего-то, ставшего и сформированного. Это просто движение, которое... Мне кажется, было основанием, что есть множество. Но не в том же смысле, что просто некоторое множество в качестве ставшего. А есть воспроизводимое движение, которое и формирует множество. Просто это множество никогда не является чем-то устойчивым и завершенным. И мы в каждый момент воспроизведения, подвижения в этом множестве, мы понимаем, что с одной стороны это мы вроде как по множеству движемся, а с другой стороны в актуальности, в воспроизведении мы имеем дело только с чем-то одним. Это логика времени. Это просто безвносительно. Извне построения торгается, что вот время так устроено, что есть всегда только настоящее. Нет, это не извне, это и вытекает из логики нашего анализа самого вот-вот-вот-вот-вот. Мы просто его анализируем и вот на одном из этапов, когда мы осознаем, что это в каком-то смысле можно назвать временем, оно вот так устроено, что предыдущего нет, будущего нет, а есть только текущее ввод и переход к этому текущему вводу. Все. А мне казалось, что раньше было по-другому. Раньше было и предыдущее было, и следующее было. И все это было в каком-то смысле. Ну да. При советской власти все было. Но не в том смысле, что оно исчезало во времени или что-то. По-моему, это были входящие рассуждения. Изначально вот есть множество, оно каким-то образом есть. Каким образом оно должно раскрыться потом? А сейчас получается, что, я говорю, есть некое привнесенное рассуждение о времени, что есть только настоящее, а прошедшего будущего нет. Или следующего и предыдущего там. То есть, когда есть следующего, нет предыдущего, и наоборот. Это логика времени, привнесенное измени. Что значит привнесенное? Ну, я этого не понимаю совсем. Ну, мы можем сейчас взять, да и поговорить с построением Михайловичем, привнести, так выходит построение гибели. И сказать, что так анализ. Если бы это было произвольно, а это же в все не произвольно, просто анализ этого опыта вот-вот-вот stamp поводит на этом этапе к сознанию, что это здесь время? Это есть время. А внимание построения движется во времени. Большаяédельная. それ здесь сказать, что это есть время, или сказать, что что-то находится во времени? То есть, время, как бы, внешне для него? Или сказать, что это и есть время? То есть, это дело – вывести время? А другое дело – находиться во времени и обсуждать много. что значит находиться во времени. В этом смысле Олег Медалович ничего такого не говорил. Раньше мы говорили, что это и есть время. То есть такое множество, которое упорядочено, как следующее и предыдущее, это и есть как бы время. А сейчас мы говорим о том, что сами годы находятся во времени. Есть какое-то внешнее время. Это у тебя претензии к конкретной оговорке. И все. От нее достаточно отказаться, даже если... Ну я как бы не то, что в виде возражения, я просто хочу понять, почему так поставят, или мне кажется, что предыдущего нет, когда есть следующий? Почему ему бы не быть? Потому что на этом этапе анализа этого потока водов мы его мыслим в качестве временного потока. И во временном потоке он обладает своими свойствами времени. Я просто подчеркиваю, что когда я говорю, что мыслить, что переход делает следующее следующим, и переход не исчезает следующим. Если он исчезнет следующим, то следующий перестанет быть следующим. Переход остается. И поэтому мы должны сказать, я утверждаю это, что мысля следующая, мы мыслим переход от предыдущего к следующему. Или другими словами, мысля следующая, мы тем самым мыслим отношение следующее к предыдущему. Я повторяю то, что я сказал, но сейчас я обращаю внимание, что все это так, но только нужно помнить, что ведь действительно предыдущее на то, оно и предыдущее. То есть я думаю, что мы преодолеваем здесь. Я возвращаюсь, чтобы подчеркнуть, как бы еще раз удостовериться, что мы здесь преодолеваем эту трудность, на которую напарываются и Аристоте, и Регусс, и все, кто о времени рассуждает, что прошлого, когда есть следующего, предыдущего уже нет. Когда есть предыдущего, следующего тоже нет. Мы здесь своим рассуждением преодолеваем, потому что мы говорим мысли следующие, следующие мыслим, а как следующие, при условии, что мы мыслим отношения следующего и предыдущего. Вот я как бы спрашиваю вас еще раз, действительно мы преодолели это препятствие этим рассуждением? Если преодолели, то я просто это еще раз подчеркиваю, что мы преодолели именно это препятствие. Наиболее серьезное препятствие для анализа времени и всех остальных препятствий. Потому что они не одновременно, поэтому они... Гуссельд тоже говорит, ну как же, вот нотка прозвучала, потом звучит другая нотка. Вот та-то нотка, первая нота уже кончила звучать? Если она не кончила, то это аккорд, никакого времени не получается. А если кончила, то никакого отношения нет. Как мы установим отношения между... Когда только одно существует, а другое не существует. Как можно установить отношения между существующими и несуществующими? Вот это вот трудность, которую все признают. И мы именно эту трудность преодолеваем вот этим рассуждением. И просто следующее же можно понимать и не во времени. Понятие следующее шире, чем понятие следующее во времени. Сводить понятие следующее, так как временной последовательности, это значит сужать пространство того, что такое следующее. А следующее, то есть порядок устанавливается, не обязательно во времени. Есть множество, в нем установлен порядок. Есть там время, нет, вообще никакого значения не имеет. Множество упорядочено просто определенным образом. Это называется порядковое множество, упорядоченное множество. А упорядочение само времени, это специфический способ этого упорядочения. Какой-то частный случай. Вот в чем проблема еще. Поэтому, когда вы говорите, что есть множество, и оно как-то было упорядочено, это был более широкий разговор, который может перейти в частности, что оно упорядочено во времени. Но само по себе это множество, оно как-то не нуждается в таком разговоре дополнительно. Так же, как и количество, количество и прибавление нуждается во времени. Все эти категории как-то вне времени находятся. То есть время – это частный случай чего-то. И когда мы приходили к понятию времени, то мы и говорили, что это какой-то частный случай чего-то. А потом дальше там строили другие построения. А теперь получается, что время – это не частный случай, а это как бы и есть наше все? Ну, я не заметил, что мы говорили о каком-то упорядочении вообще. Ну, так можно рассуждать, что, конечно, мы внесли порядок. Когда были простые «воты», порядка не было было. Много, что не упорядочено. Теперь мы упорядочили, в том смысле, что одно за другим. За другим, да. И они где-то следующий, и каждый упорядоченный, и есть упорядоченный. Да. Это система порядочного? Ну, а причем есть время-то? Ну, если следующее – это что-то как-то не время. А почему следующее – по порядку? По порядку – один, два, три, четыре. Следующее – по порядку. Этот порядок можно выбирать во времени, а можно просто как-то иметь какой-то там смысл. Упорядоченный, где понятно, что каждый натуральный ряд, каждое число натурального ряда занимает свое место без относительно какого-либо времени, просто в силу своего порядка. Каждый следует за следующее, каждую есть предыдущую, каждую есть следующий, и весь ряд выстроен как-то упорядочен согласно этому закону. Порядочение вообще – это все-таки более сложная, скажем так, мыслительная конструкция, чем вот этот порядок, когда предыдущего нет, а следующий есть. Вот, впоследствии, когда мы сможем мыслить одновременно, да, вот одно, одновременно другое, еще одновременно переход, вот тогда можно будет говорить о порядке вообще, да, и там вот о временном порядке, как частном случае. Здесь такого множества пока еще нет. Не просто, недавно… Просто последовательность. А множество развития мыслей – это не позволило. Так, я говорил, что в основе построения висит некое множество. Говорилось, как? Говорились, конечно. Ну, двух раз. Снизу много раз. А сейчас получается, что это множество специфическое, оно упорядоченное во времени. Специфическое множество? Уже было сказано, что множество не в том смысле, что все его элементы даны нам. Да. Так вот здесь эти, как бы, математические коннотации мы будем бросить пока. Ну, действительно, они не даны одновременно. Математическое множество оно дано сразу. А у нас другое построение, которое, действительно, не имеет отношения к андивогическому множеству. А в вашем смысле тогда мы говорим, что вот-вот-вот. Мне тоже непонятно. Если каждый раз вот возникает, а другой исчезает, нет никакого вот-вот-вот. Есть просто вот во времени. Все. Вот во времени – это никакого вот-вот-вот нет. Просто во времени есть, оно как бы раскрывает себя каждый раз вот-вот-вот и все, по времени. Вот-вот-вот-то нет. И еще вот реальное подсознание вот-вот-вот подразумевает, что все эти вот-вот-вот каким-то образом есть. Ну не знаю, как сказать, одновременно, не одновременно. В каком-то смысле они есть. Если мы говорим, что одно исчезает, а другое возникает, то это уже не вот-вот-вот. Это что-то другое. Так это другое и есть. Вот следующий шаг. Это следующий шаг. Вот это я хотел зафиксировать, подчеркнуть, что вот этим рассуждением мы преодолеваем смысл этого рассуждения в преодолении вот этой трудности, когда будущее есть, прошлого уже нет. У нас оно сохраняется как прошлое, а надо именно как прошлое, как предыдущее сохраняется. Мы утверждаем нечто, вообще говоря, ну, странное, абсурдное, что прошлое сохраняется. Когда я говорю, что мышление следующего — это то же самое, что мышление отношений следующего и предыдущего, или что это мышление перехода к следующему и предыдущему, вот это соображение, что есть некой сохраняющийся переход, который от прошлого к будущему, от несуществующего к существующему есть — переход мост. Да, этот мозг, собственно говоря, это отношение, существующего и несуществующего, задает. Потому что не так просто отбросить это соображение, что прошлого уже нет, когда есть будущее. Ну, категория становления в науке и логике не таким образом преодолевает вот эту трудность, что там прошлого нет, а уже нет, а настоящее есть. Тоже как будто стало становление, включая себя и бытие, и не бытие, отношение к другому одновременно. Ну да, конечно. Становление – это тоже такой мостик между существующим и несуществующим. Ну, хорошо. Ещё один момент меня в этом месте, в следующем предыдущем, интересует. Эртутик говорит, что время не есть движение, все это книги физики, что время не есть движение. Потому что движение бывает быстрым и медленным, а время не бывает быстрым и медленным. Поэтому время не есть движение, не то же самое, что движение, но без движения, без изменения время невозможно. Время не то же самое, что изменение, но только на основе изменения можно говорить про время. Дальше я только говорю, что время – это число движений. Когда движение носится число, получается время. Но я сейчас не об этом, я о том соображении тоже как-то, соображение самое общее. Потому что если бы не было изменения, мы не могли бы говорить о времени. А у нас никакого изменения нет. И когда Гушель говорит о двух нотках, то он говорит о двух разных нотках. То есть о двух разных нотках. Если нотки разные, то возникает ощущение времени, которое надо объяснить и которое объяснить почти невозможно. А мы-то если говорим о нотках, то мы говорим об одной и той же нотке. Мне вот интересно, что если бы взять одну и ту же буквально ту же нотку, осуществить этот проект и взять одну и ту же нотку. И вот тын, тын, тын. Возьмите это ощущение времени или нет. Когда разные нотки, то возникает ощущение времени. Это и Аристотель говорит, и Гушель говорит, которые надо объяснить. И время без изменения не возникает. Нужно изменения, чтобы возникло время. Хотя бы разговор о времени. Иначе вот даже разговор не появится. А время, если не будет изменения. Какого? У нас с вами никакого изменения не происходит. И если взять одну и ту же нотку, и тыкать её, то мы скорее получим вот ситуацию вот-вот-вот. А не время. Я так думаю. Если всё это превратить некоторое... Нашу вот превратить... Ну, тоже ведь одна и та же нотка – это простой вот. Видимо, чувство времени не возникает. Поэтому Гушель бессознательно не понимает, что делает. Он берёт разные нотки. А мы берём одну и ту же нотку. И более того, что получается? Если бы нотки были разные, как мы говорили, то у нас получилось бы иное. Если бы одна нотка была бы до, а другая – ми, то мы, конечно, не поняли бы ещё на этой стадии, что это до и ми. Но мы поняли бы, что одно и другое. И понимание, что это одно и другое, наверное, помешало бы, я долго думал, вертел, не могу с уверенностью сказать, то есть помешало бы наверняка помыслить следующее. Возможно, даже мышление одного и иного, если оно действительно было одно и иное, наверняка даже не дало бы возможности, вытеснило бы собой мышление следующее. Ну, то есть не мешает сознать форму, потому что меняется содержание. Если меняется одно и другое, содержательно происходит изменение, то нам совершенно не обязательно сознавать форму происходящего для того, чтобы сознавать движение, осознавать изменение. Ну, одно и иное, это тоже была бы форма, вообще говоря. Ну, нет содержания, конечно, было бы, но если бы все-таки различалось одно и иное, у Аристотеля так, если не различается, то нет даже разговора о времени. – Должно быть движение. – Да, должно быть изменение. – Да, должно быть изменение. Это, впрочем, общая интуиция – каждый дурак, так скажет. Не надо быть Аристотелем, чтобы это заметить, что есть изменения – значит, есть время. Но это говорит и Аристотель. У нас совсем по-другому. У нас мало того, что изменений нет, так еще, если бы оно было, оно бы еще и не дало возможность говорить о времени. Если бы одно было красное, а другое синим, то мы, конечно, не понимаем, что оно красное и синим, но мы понимаем, что одно и другое, и это не помешало бы нам понять, что одно до, а другое – после. Просто было бы одно и другое. Я не уверен еще раз в этом, но мне, думаю, что помешало бы, дало бы возможность помыслить в саму вот эту форму следующую. Была бы вот форма иного. Нет, а может быть, есть форма следующая, но не обязательно следующая во времени. Откуда мы знаем, что следующая – следующая во время? Ну, это само понятие «следующее» вытекает. Мне кажется, как может быть? Следующая не во времени. В ряду, натуральном ряду – один, два, три, четыре, следующая – пять, следующая – шесть. Нет никакого времени. Дело даже не в математике, а в принципе так. Следующая может быть любого, может быть разной природы. Тогда это будет другое, тогда будет красная и синяя. Нет, я имею в виду разной природы, в том смысле, что значит следующее? Что значит следующее, можно понимать по-разному? Да вот нет. Тогда получится красная и синяя. Если у вас два, второе и не следующее, то оно просто второе, то есть иное. Оно просто синее, а не красное. Оно просто отличается от одного содержателя. Если оно не следующее. Тогда конечно. Нет, почему следующее во времени всегда? Вот это мне не делать. То, что мы находимся во времени, это наоборот. Просто способ мышления следующего и есть время, собственно говоря. И всё. Ты просто один раз, взяв неверное выражение, начинаешь его педалировать. Да нет, это просто понятие порядка. И как только ты уберёшь вот это неправильное выражение, у тебя исчезнет сам вопрос. А кому правильно? Что мысль следующее во времени. Нет, ну просто ещё раз говорю, что... Потому что можно мыслить следующее иначе. Понятие порядок не предполагает никакого времени. Понятно, что можно мыслить иначе. Абстрактно говорить. Да дело же не абстрактно. Мы же хотим что-то получить, что мы из опыта своего знаем, а не просто получить, что придётся. Здесь не что придётся. Ещё раз. Движение согласно методу приходит к такой форме мышления, которое есть следующее и которое есть время. И всё. Здесь нет никакого произвола. Если ты хочешь сказать, что есть люди, которые иначе понимают слово следующее, и иначе это умеют делать. Нет, нет, нет. А само следующее имеет другой смысл ещё? Ну что значит само следующее? Вот в рамках построения следующее получило сейчас такое определение. Нет, можно было ещё более мудрёно сказать. А почему? Когда мы что-то воспроизводим, мы воспроизводим именно следующее. Как мы понимаем, что то, что мы делаем, мы делаем в виде воспроизводства следующее? Скорее было сказано, потому что тут такое уже точно. А потом и следующее. Больше ничего не остаётся в отдельных различиях. Чистое различие и всё. В другой порядке? Чистое различие. Время такие бы где-то услышали управление? Ничего не услышали. Пустим, если мы определяем следующее как точно такое же, но другое, где время-то здесь? Да потому, ты не путай. Вот этот вопрос, который ты задаёшь, мы себе ставили в самом начале анализа опыта вот-вот-вот. До того, как вообще задолго, до того, как получалось следующее и время. Поэтому ты просто задаёшь вопрос, который относится к сильно предыдущему шагу. К сильно предыдущему. И когда получаешь ответ, ты говоришь, но это не релевантно, потому что я сейчас думаю про следующее. Но в рамках следующего у тебя этого вопроса уже просто не может возникнуть. Потому что ответ на него получен давно. Мне кажется, что в рассуждении сделал скачок. Поэтому я и хочу понять. Нет никакого скачка. Потому что в нашем понимании время это не что иное, как натуральный ряд, который разворачивается. Натуральный ряд разворачивается, и вот это и есть время. Но как натуральный ряд есть весь. Не так, что там его есть, а здесь его нет. То есть сейчас есть тройка или четверка. Этого ничего нет. Просто есть натуральный ряд, он бесконечно развернут как-то и всё. Вы думаете, что вот-вот и натуральный ряд? Да. Нет. Вот-вот. Начало это было нового. Было множество. Неупорядоченное. Потом оно упорядочилось. Может быть, оно не упорядочилось как натуральный ряд, там есть у нас проблемы с единицей. Но тем не менее, каким-то способом вот это множество, которое было просто вот-вот-вот, упорядочилось в виде как бы то, что есть следующее. Но причём следующее не во времени, а просто следующее. То есть слово «следующее» – это и есть способ, каким они упорядочились. Следующее, следующее. Как натуральный ряд. Вот когда мы обсуждали, там, как показывается, как вводится натуральные числа. Там единица, да, как бы там. Следующее после натурального числа и натуральное число. Там же необходимо утверждать, что следующее – это какое-то следующее во время. Это просто нечто такое, некое слово «следовать», да? То, что после, там, чего-то начального. Ну, опять-таки, бывает. У тебя весь аргумент состоит в том, что в математике это мыслить иначе. Ну, у меня есть аргумент, что раньше по-другому это не было. Нет. Так всё это не было. То есть всегда во времени надо было слушать. Да не всегда и не всё во времени. Сколько можно путать? Ну, только во времени можно рассуждать, что сначала что-то исчезает и возникает. Только во времени. Если для нас натуральный аряд есть время, то нет ни у нас ничего не возникающего и не исчезающего. Ну, условно говоря, если говорить какими-то теменами внешне, то вот есть как бы антология, да, где указано, что такое время. А есть как бы субъективная философия, где вот с позиции сознания, как мы проживаем время. Разные позиции. Это очень тонкое замечание, но какое оно имеет отношение к построению Олега Михайловича? Потому что сейчас позиции с позиции сознания, которое проживает временно. Нет, это совершенно не так. Потому что с точки зрения Олега Михайловича, начиная с исходной интуиции, с которой мы начинали, это разделение замечательное на антологию и философию сознания вообще не имеет никакого смысла. Оно просто не имеет смысла. А ты, исходя из этого развлечения, задаёшь вопрос. Когда я тебе говорю, что просто не он лишён всякого смысла в рамках этого построения, ты продолжаешь упорзывать. Я не понимаю, на каком основании. Я упорзываю только на то, что мы говорим вот-вот-вот. На каком основании мы говорим, что вот-вот-вот. Давайте это тогда обсуждать, ещё дальше сдвинемся. У нас просто есть вот. Всегда вот одно и всё. Нет никаких вот потвор. И не может быть. Потому что бытием является только вот. А всё остальное небытие его не существует. Когда мы говорим вот-вот-вот, это означает, что эти вот-вот-вот существуют. Каким-то способом. Как множество. Потом это множество. Упорядочилось, как это на основе понятия следующего. Потом мы сказали, что это на самом деле времени, что иное, как время. И здесь вы считаете, что сделан перешкоп? Да. Потом перешкоп сделан, когда опять вернулись по позиции, что оказывается... Потому что ты забываешь почему. Хорошо, Влад. Контрольный вопрос. Откуда возникает вообще вот-вот-вот? Да, не существует. Потому что одно вот, как бы, оно не удерживается и... А почему? Нет, не удерживается, неправильно. Потому что форма хочет быть причиной, как бы... Потому что она теряет себя как причиной. И хочет быть, возобновиться и стать заново причиной одного. Да. Поэтому она начинает воспроизводить. Водойду начинает воспроизводить. Отлично. Поэтому она, как причина, существует в виде вот-вот-вот. Совершенно верно. А какой способ тогда она... Ведь это вот-вот-вот существует тогда... Что? Каким способом это вот-вот существует? значит каким способом существует ведь как вот вот они просто как вот а так получалось бы что на самом деле он должен каждый раз забывать свое движение начинать его заново вот забыла вот забыла вот забыл и все а кто такой когда утверждал что в таком смысле происходит движение нет как бы я помню что если во времени предыдущие как бы забывается она исчезает когда и следующие еще раз время как форма мысли возникнет не в тот момент когда первый раз обнаруживается воспроизведение вот-вот-вот а только на стадии мышления следующего поэтому повтори еще раз свой вопрос имеет ли он вообще какое-то основание в том что следующий не обязательно времени вот почему это где там не обязательно во времени в системе системе олега михаиловича это одно и то же мыслить следующее и мыслить время тем самым это одно и то же о чем ты еще раз задаешь вопрос тогда надо изи это так когда на самом деле я не понимаю таким образом мы удерживаем вот 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 я не понимать так мы удержим множество таких способов я не понимаю мы не удержим никакого множества мы удержим просто вот как ночью мы когда ночь мы там на там видим ночь когда день увидите меня что-то переход произошел мы не чуть я просто поставить когда день идей когда ночь мы все и это невозможно потому что форма следующего состоится состоит вот в каком ходе мысли полагается связь геннис не связь между ними а полагается но тем способом что переходится к этому 1 от чего переходится мы удержать пока не в состоянии но мы соответственно ранее с вами происходит переход и то сослы не получается так что есть только переход нет потому что здесь не переход тоже здесь не один переход ты пытаешься выкинуть из этого двусоставного сознавания за кинулась на на этот и другой момент есть и сядух состав состава как и способом они есть не вот и интересно способом воспроизведения и перехода что ты что ты еще здесь я счет когда вы говорим вот 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 он значит каким-то способом не каким образом есть много вот они одно нет еще раз на стадии множественность вотов удерживается каждый раз разным способом каждый раз так вот мы сейчас его на стадии следующего удерживаем тем способом что мы воспроизводим вот конечно она и всех остальных вроде как нет но поскольку это мышление одного вот полагания этого не отличима не отличима вот переходим к этому то мы понимаем что видимо был переход от чего-то но для этого чего-то мы в актуальности не сознаем мы просто понимая что существует переход можем лишь как бы совершить такое абстрактное предположение что от чего-то и в этом смысле в этом смысле мы понимаем что мы имеем дело не с одним изолированным вводом а с каким-то неопределенным множеством вот за счет того что полагает вот не отличима от перехода к этому полагаем таким образом мы получается что мы выясним с одной стороны каждый раз одно конкретное а с другой стороны мы понимаем что мы мыслим не просто изолированная вот некоторые неопределенное множество каковое множество нами вообще не мыслиться в качестве чего-то определенного и тем более данного только тогда просто может получать если мы сейчас мы делали ведем обратно того что есть потому что предполагается для того чтобы это есть мы говорим что и следующие да и поскольку есть переход предполагаем что было предыдущие тогда мы потеряем все предыдущее построение и кроме этого ничего не учае туда есть следующий и это следующий есть просто пустое следующие нет никакого не движение не ничего просто以前 они они отдавать но вот и все и это 2 но как можно у нас производится может не воспризазь и уже не здесь единственно что вы едва сей есть переб OM и к следующему и все а что происходит мы все потеряли потеряли весь верт в терял и и кไดшу коренной шерсть все что только добивались мы все потеряли мы теперь находимся как бы в некотором новом начале я только не могу понять зачем ты все это говоришь нет но я пытаюсь как бы мне кажется что построение сделало скачок я пытаюсь это понять Игорь а почему вы говорите что то от чего совершается движение нам не дано актуально ну потому что как оно актуально может быть дано мы мыслим одно неотличимое от перехода к этому одному при этом предшествующее предшествующее мы в некотором смысле его актуальным образом не мыслим я думаю думаю не так ведь мы в самом начале брали некое вот чтобы помыслить вот сном то есть оно с самого начала как бы вот и здесь тоже мы мыслим вот чтобы помыть чтобы совершить переход когда мы помыслим переход мы по-прежнему мыслим некое вот чтобы помыслить переход теперь же не просто мы с ним вот чтобы помыслить вот снова а мы с ним вот чтобы помыслить переход к следующему ну да это это объясняет почему мы не можем забереть в этом полагании это правда это как бы другая сторона того что сама вот не отличима от перехода к нему поэтому мы как бы все время переходим к следующему к следующему к следующему но я лишь хочу сказать одно что при этом предыдущие в качестве некоторого фиксированного предыдущего нами не сознается мы сознаем его лишь косвенным образом потому что мы понимаем как бы всю структуру чтобы переходим переходим и переход но предыдущие как предыдущие нами не удерживается мы всегда находимся в состоянии следующее но не в состоянии следующее по отношению к предыдущему или к последующим если вы конечно говорим о том в моменте когда мы мыслим вот следующие совпадающие с с формой времени. Чуть-чуть. Если мы мыслим именно следующее, которое есть не что иное, как форма времени, с любой стороны. Да. Если мы говорим, тогда вот я так думаю, да. Просто здесь не удерживается отношение с предыдущим и с последующим, потому что это отношение еще не может быть, оно может быть актуализировано, только если оно будет отделено от этого самого года, а оно не отделено. Поэтому мы все время скользим вместе с этим годом. Все время вперед. Это объясняло, почему время однонаправлено. Да, Саша на последнем занятии прошлого года как-то предложил мыслить следующее как настоящее. То есть мы все время находимся в ситуации настоящего, которое находится в отношении к предыдущему. Потому что самоотношение следующего к предыдущему мыслится одновременно со следующим. Ну вот так. Поэтому я и говорю, графически надо как-то изображать, что вот в качестве точки с некоторым хвостиком отношением к предыдущему, но это отношение, оно висит в воздухе. Оно ничего не касается. В этом я не уверен. Мне кажется, что действительно дело обстоит так. Следующее, мысли следующее, это то же самое, что мыслить отношений следующего к предыдущему, где есть и следующий, и предыдущий. Предыдущее – это не некая абстракция, такая же сторона отношения, как и следующая. Такая же сторона перехода, как и следующая. Но мыслиться она как предыдущий, вот в момент, когда мыслиться следующее. Как бы все начинается с двух. И время начинается со следующего. Когда мы мыслим первый год, мы его не мыслим как предыдущий, мы его просто мыслим как вот. Когда мы помышли переход и помышли следующий, удержав поэтому мышление перехода, то предыдущий становится предыдущим. Да, и тем самым мы уже переходим к другой форме, не к следующему, а к порядковому счету. Когда это не просто следующее, но это уже следующее, связанное с предшествующим, тогда у нас получается второе, третье и так далее. У нас получается порядковый счет в этом же смысле. Еще какой-то ход к порядковому счету, да, вы видите? Ну вот то, что вы сейчас сказали, когда мы уточняем мышление следующего, и мышление следующего, мыслящегося вместе с переходом, на самом деле не может просто этот переход висеть в воздухе, и он должен, так сказать, быть переходом от чего-то к предыдущему, это был дополнительный шаг. Когда мы его сделали, мы уже смогли мыслить следующее, связанное с предыдущим, следующее, с предыдущим, и эту стадию мы называли, по-моему, порядковым счетом. Когда мы это следующее, уже связанное с чем-то, с каким-то определенным предыдущим получаем, то просто порядковый, как бы, номер второй, не два, конечно, но второй. Ну да. А дальше, если мы начнем развивать, как бы, отношения между следующим и предыдущим, и перейдем к мышлению уже этого отношения в качестве отделенного от предыдущего и следующего, у нас получится количественный счет. Когда мы мыслим одновременно ввод отношения и положенное ввод, и все это вместе взятое, вот тогда у нас получается два. Не второй, не порядковый, а количественный два. Если вернуться к порядковому счету, то, значит, первый возникает только вместе со вторым. Со вторым. Да, совершенно верно. Одновременно. Просто первого не бывает. Да. Но сразу со вторым. Совершенно верно. Ну, хорошо, значит, на порядковый счет мы что получили? Мы получили, что… или времени. Мы получили, что мышление следующего, то же самое, что мышление отношений следующего и предыдущего, или в числах второе, мышление второго есть отношения, мышление второго к первому, но при этом мышление следующего никак не отличимо от мышления вот этого отношения. Не отличимо от отношения следующего и предыдущего. Получается, что отношение или переход с одной стороны опосредует собой следующий и предыдущий, а с другой стороны опосредует неявно, потому что мышление следующего и мышление отношений совпадает. То есть само опосредование перехода не дано как опосредованное, неявно дано. Оно и есть, и его нет. Поэтому вот в этом следующем или в порядковом счете мы выделяем два момента. Один момент, что опосредования нет, мысль следующий, мысль переход одно и то же, и тогда следующее возвращается в предыдущее, схлопывается. Опосредование нет, потому что оно неявно за нас. А с другой стороны опосредование есть. Но это опять мы поговорим о том, что мы можем в имеющейся ситуации произвести две абстракции. Да. Либо мы абстрагируем предположение, что опосредование нет, и тогда движение схлопнется и остановится. Но оно же де-факто происходит, поэтому избирается вторая абстракция, когда опосредование все-таки есть в качестве опосредования. Да. Ну вот, да. И тогда мы получаем ситуацию, когда мы мыслим сначала отношения или переход, а затем мыслим следующее. Как два шага, а две части одного и того же шага. Различимые стороны одного и того же шага. И это сразу дает нам больше. Поскольку выделено опосредование, это дает нам больше. То есть время не просто течет, не просто стрела, а увеличивается. Все больше и больше времени. Следующее и следующего. То есть уже теперь уже больше и большего. Больше и большего тоже мысли соотношения и следующее. И получается, что следующее это уже большее. Но это тоже здесь, поскольку переход или отношение здесь является лишь частью одного шага, то есть не выделено вполне как отношение, то это построение тоже схлопывается. Но схлопывается в два шага. Сначала уничтожается следующее, потом уничтожается отношение. Сначала уничтожается следующее, потом уничтожается переход. Мы снова получаем схлопывание, но только в два шага. Два, потому что сначала исчезает два, потом отношение. Два к одному и происходит схлопывание. И поэтому мы уже дальше мыслим опять либо последований есть, либо последований нет. И теперь уже мы мыслим вот то последований, о котором говорим уже два последних занятия. То есть опосредование как опосредование. То есть это построение, когда две части и отношение между ними. Это уже не схлопнется. Это уже не схлопнется, потому что здесь опосредование дано как опосредование, отношение как отношение, воспроизведение как воспроизведение. Но это уже и не время, и не время, а вот мы закончили прошлое занятие тем, что это уже 1 плюс 1, потому что уже второе, это уже не следующее, одновременное, он не может быть вторым, и оно не большее, если последованием берется по последованию, то... Ну это же опять же непоследовательное, то есть сначала нужно было ввести время, чтобы потом его потерять, а его и вводить не надо было. Ну, почему? Вы сами сказали, что как-то без разворачивания ряда ничего не получится. Мы продолжаем разворачивать ряд, но теперь уже получаем не разворачивая ряд, мы получаем уже не время, не счет, а более сложный, что-то время относительно просто. Это просто стрела. А нам нужна теперь картинка, мы не можем все время мелькать. Мы не потеряли время, разворачивая продолжается, но надо понимать, видимо, что время это все-таки относительно простая ситуация. Следующая, 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 она уже не нужна, в конце концов, целостное восприятие какое-то, устойчивый предмет в каком-то смысле. Поэтому со временем время мы преодолеваем, но сама идея разворачивания ряда сохраняется и будет всегда сохраняется, по-видимому. Тогда мы получаем вот ситуацию 1 плюс 1, когда оба единицы, оба вота даны одновременно и опосредованы отношениями. И мы говорили, что, наверное, это и есть количество. Хотя уже в порядке, в коричневом счете есть количество больше и меньше. То есть 2 больше, чем 1, если 2 больше, чем 1, то что же это как не количество? Это больше и меньше. Но в мысли Игоря, что вот это и есть количество, когда возникает сложение, 1 плюс 1, в этом тоже какая-то мысль есть. Потому что сама ситуация больше. Ну, я не знаю. Это… Может, это неправильно в основном вопросе, где появляется количество. Потому что уже в форме «вот-вот» мы говорим, что это множество. Но это, конечно, не количество. Множество – это еще не количество. Количество – это когда больше и меньше, или количество, когда один плюс 1? Я не знаю здесь ответа на этот вопрос. Но сегодня я хотел, возвращаясь к началу, сегодня я хотел вот подчеркнуть очень жирно эту ситуацию. Потому что когда мы говорим, что переход делает следующее и следующее, мышление перехода делает следующее и следующее, то мы… Это переход от… Собственно, это переход и дает нам время. Отношение между тем, чего нет… Или скажем, что там еще нет и уже нет. Это можно так и все драматизировать ситуацию. Когда есть переход… Мы думаем, что переход от того, чего уже нет, к тому… Ну, в каких-то прежних сервинах. Переход от того, чего уже нет, к тому, что еще нет. Потому что это все-таки предыдущее, а это все-таки следующее. Но это мышление перехода кажется опытом сознания. Но вы просто понимаете, что это вот такой опыт, который, собственно, создает нам отношение следующее и предыдущее. Мы говорим, что мышление перехода или просто переход создаёт, собственно, отношение следующее и предыдущее. Или мышление перехода создаёт нам отношение предыдущего и следующего. И это, собственно, и есть следовательное время. Но вот это вот мышление перехода, оно какое-то очень интересное, преодолевающее вот эту трудность. Все еще раз попробуем, только дальше.